Слава Украине! Привет всем от Полонского! На России очередные очень интересные моменты. Смотрите, значит, там заставляют зарегистрироваться официально всех администраторов телеграм-каналов, имеющих более тысячи подписчиков. Борются с анонимностью телеграм-каналов, но это понятно, это очередной элемент цифрового рабства, это все абсолютно очевидно. Но кроме этого, да, цифровое рабство подразумевает полное подчинение человека, большому брату и так далее, да. Отсюда же и цифровые деньги, и все остальное дерьмо, которое вот там, и им, кстати, нам тоже на голову пытаются натянуть. Но я не хочу сейчас там о цифровых деньгах и прочем лайне, а вот конкретно по телеграм-каналам, значит, смотрите, что там происходит. Там, они их заставят сейчас зарегистрироваться. Понятно, что эти побегут, только вот, большая часть, понимаете, они, вот у меня телеграм-канал, там, Полонский Ньюз, абсолютно очевидно, кому он принадлежит, или то же самое вот у меня на Ютьюбе, да. Это я и никого другого там нет, абсолютно очевидно, да. А есть сто пятьсот миллионов тысяч телеграм-каналов, которые называются Вася Пупкин, да, условно говоря. Они, как говорится, да, они безымянны. И вот вылавливают их, будут отлавливать их хозяев и заставлять их, значит, построиться. Построить их всех. С одной стороны, с точки зрения властей немытой, это, конечно, классно. Действительно это так, потому что они ставят себе... Вот эта вся публика этих цифровых каналов, они же имеют довольно большое... Вот если их всех вместе сложить, они имеют миллионы, в общем, сложности подписчиков. И способны влиять на очень многие вещи. Через них начинает распространяться или распространяется очень много информации. И получается, когда ты их всех ставишь под, скажем так, под колпак, то, ну, даже не будет вытоки в информации, вы понимаете. Вот, например, сейчас там бегают мамкины блогеры по оккупированному Мелитополю, например. И что-то там... Они пророссийские, да? Вот. Но они что-то там снимают, другой раз покажут какой-то негатив, другой раз это... Не, негатива больше не будет. То есть, все вот эти телеграм-каналы моментально, одним разом, одним махом начинают демонстрировать одно и то же. То есть, только кремлевские нарративы, только кремлевская подача информации и так далее. Да, то есть, абсолютно очевидные вещи. Когда, ну, смотрите, после этого телеграм, ну, его российский сегмент перестанет быть, ну, даже хоть иногда, хоть иногда источником получения правдивой информации. Например, с фронта, да? Вот если брать... У них там... Понятно, что все зад-блогеры кусок лайна. Но, в силу того, что у некоторых из них какие-то еще есть там принципы в голове, у одних одни там на монархизме повернуты, у других другие на совковости и так далее, и так далее. То иногда из-за того, что они несут там пургу, им кажется, что она правильная, но она не идет в одном контексте с тем, что им говорят из Кремля. Можно почерпнуть оттуда какую-то инфу, выводить что-то. Ну, а после того, как они, конечно, их всех поставят на учет, скажут, ага, вот это, 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 это тут, это тут, то уже, как говорится, никакой информации такие телеграм-каналы нести больше не будут. Если это действительно пройдет у них, то, соответственно, конечно, получать информацию из так называемой России станет гораздо сложнее, с одной стороны. С другой стороны, российский интернет станет пресным и никому не интересным. Вот, соответственно, ну, больше людей с той стороны будут читать нас, потому что читать, скажем так, ты там, вот я подписан на 50 или там 60, не знаю, каналов, да, и читать 50 или 60 раз пост с одним и тем же, ну, просто, ну, день-два люди почитают, а потом их просто залочат нахрен и будут читать того, кто дает какую-то другую информацию. Поэтому, ну, вот так как-то. Спасибо.